Вопрос. На засыпку. Что мы изучаем на нашей занятии? Галатой. Галатой. И тюхлой. Что галатой? Маслай, маслай, я под полосом. Галатой. А какая глава? И стих «Прости» в третьей главе. Мы закончили на прошлом занятии второй главы. Вспомнили, да? Второй главы закончили. А о чем говорится в послании апостола Павла Галатом? Кто такие галаты? Давайте рассужим в памяти. Чтобы увязать нам предыдущие занятия, сегодняшние занятия. Чтобы мы так основательно усваивали изложенное в этом послании апостола Павла. А она только к Галатом написана или к нам относится как-то? К нам относится. Ну, Галатом написал, ну и что? Это было написано сколько лет назад? Тысячи лет назад написал апостол Павел Галатом. А мы должны забивать себе голову эти. Зачем нам нужно это? Зачем нужно? Нужно ли это нам? А? Уже живые действия. Обращается к Галатом как язычникам. Образумляет. Иконы учитал. Не хочу. Веру. Преподал им веру. Они вдруг стали отступать. И снова стали обрезываться. И вроде как закон старый. Ветхий закон. Это люди из евреев, из обрезанных. Они, в общем-то, им стали совращать их. Прельщать их. Чтобы они обрезывались. Чтобы они приняли вот этот закон. И они стали отступать. И они стали возвращаться к этому. Хотя приняли вначале веру. Веру в Иисуса Христа. Вот апостол Павел, находясь в вузах, он пишет им это послание. Уразумляет их этим посланием. Спасибо, Христос, сестра. Кто может допомнить? Вот сестра сказала, что правильно. Оно написано и к нам. Потому что в нас живы эти, оказывается, корни языческие бывают. А апостол Павел проповедовал язычникам, в том числе и галатам. Они были обращены к вере в Иисуса Христа. Но вот постоянно их послание апостола Павла Коринфянам. Он удерживает их, чтобы они не шли к этому ветхому завету, к ветхому закону, который упразднен. Не упразднен, а который более стал совершенным. Потому что Господь Иисус Христос сказал, что я пришел не нарушить закон, но исполнить. И исполнил он его в самой высокой степени, в высшей мере. И поэтому закон тот, который был, он был где-то водителем только ко Христу. И теперь вера должна быть во Христа, в заповеди новые, данные Иисусом Христом, которые более совершенны, чем были заповеди, изложенные в ветхом законе. Ибо закон никого не мог освободить от греха. Никого не мог он очистить настолько, насколько это сделал Иисус Христос своей жертвой. И вот этому посвящено, в принципе, послание апостола Павла Галатана. И к нам, потому что мы, изучая послание апостола Павла Галатана, должны видеть, насколько в нас это есть, и насколько мы можем избавиться от этих вредных привычек из нашего прежнего язычества, которые являются грехами, которые тянут нас в обратную сторону от спасения. Напомним последние стихи второй главы, и перейдем к третьей главе. Ну вот, например, с 18 стиха, их 21 стих. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Заметь мудрость. Они говорили, что нарушающий закон есть преступник, а он напротив показывает, то есть закон, который старый, ветхий закон, нарушающий есть преступник, а он напротив показывает, что соблюдающий его есть преступник, то есть ветхий закон, соблюдающий, в том числе и обрезание из этого закона, идущий не только против веры, но и против самого закона. ибо сам закон привел меня к вере и убедил оставить его впереди он указывает на это а теперь пока говорит что закон ты пристал и что это мы засвидетельствуем тем что разрушили его отступив от него и так если вы стали вы усиливаться восстанавливать его то отказались то оказались преступниками устанавливая то что разрушена богом законом я умер до закона чтобы жить для бога я с распялся христу казалось бы какое-то противоречие в этой фразе но в нем в этом противоречии краса заложен огромный смысл это как раз постоянно проявляющийся в нашей жизни закон который философии называется отрицание отрица закон отрицание отрицание отрицаемый ветхий завет отрицанием этим мы утверждаем как раз новый завет законом я умер для закона то есть по закону я как раз умер за него чтобы жить для бога я с распялся христу и уже я не я живу но живет во мне христос а что ныне живу по по плоти то живу верую в сына божия возлюбившего меня и придавшего меня и придавшего себя за меня и уже не я живу но живет во мне христос а что ныне живу во плоти то живу верую в сына божия возлюбившего меня и придавшего себя за меня не отвергая благодати божией а если законом оправдание то христос напрасно умер вот так заканчивается 2 глава переходим к первому стиху 3 главы о несмысленные галаты кто прелестил вас не покоряться истине вас у которых пред глазами предначертан был иисус христос как бы у вас толкование показав сначала что он апостол нет людей и не через людей и выставив себя достойным доверия говорит затем с большей властью намереваясь сравнить веру и закон он называет галатов неразумными нисколько не нарушая тем закона христова а напротив вполне соблюдая его матфея 5.22 так как обвиняется не тот который прямо называет брата своего глупым а тот который напрасно галаты же вполне справедливо названы несмысленными так как оставались бесчувственными таким благом и делали бесполезной смерть христову и заметь после доказательств он приступает к порицанию и сейчас же прекращает его то есть порицание ибо не сказал кто вас обманул но кто прелестил кто позавидовал всем показывая что они вначале совершали дела достойные зависти показывает также что те которые склоняют их к тому действует не по заботливости о них и не для восполнения недостатков а для разрушения уже существующего ибо такова зависть и это говорит не потому чтобы зависть сама по себе имела силу вредить а потому что учащиеся сему по зависти пришли к этому но он распят в Иерусалиме как же он говорит что перед глазами у вас да мы читаем только что как бы у вас у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос они же не были в Иерусалиме и не видели этого события потому что они очами веры видели крест гораздо яснее чем те которые тогда присутствовали и видели его вот оказывается как можно присутствовать ну как и многие вокруг Иисуса Христа во время его земной жизни ходили терлись его одежду и прикасались к нему и оставались неверующими и потом кричали распни распни его а потом видевшие его распятого на кресте они не имели той веры которую оказывается можно иметь через то что услышать об этом событии от апостола Павла в частности ибо вера от слышания от слышания от слова Божия а уже его слова апостола Павла они вошли в канон они уже в самом Священном Писании не встречены и уже потомки живущие после апостола Павла они должны услышав эти слова уверовать уверовать настолько что более очевидно должны представить себе этот крест чем те которые явно видели его распятого на кресте ибо те которые видели его на кресте распятого они что говорили ну что других спасал спаси себя садись с креста крест гораздо яснее чем те которые они видели глазами очами веры которые видели крест гораздо яснее чем те которые тогда присутствовали и видели его ибо между тем как многие из тех которые видели телесно не извлекли для себя никакой пользы они же не видев глазами посредством веры очень ясно видели итак Христос был предначертан то есть живо изображен через проповедь но вы уверовав проповедь видели его как присутствующего это и похвала им и одновременно и укор похвала потому что они приняли его с такой полной уверенностью а порицание потому что оставили того которого видели обнаженным распятым и умирающим и обратились к закону ушли от Христа и вернулись к леткому закону заметь как он оставив все говорит об одном кресте Христовом ну есть рассуждение прежде чем прочитать ремарку иглы порассуждаем над этим стихом еще раз стих о несмысленные галаты кто прелестил вас не покоряться истине вас у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос как бы у вас распятый сам Господь сказал вот мы не видевшие и уверовавшие да блаженные те которые не видели но уверовали вот это как раз сейчас да совершенно правильно сейчас заметила а к себе мы как это можем принять вот мы когда раскрыв рот сидели слушали проповедь на занятиях не видели и уверовали мы не видели но уверовали мы увидели духовными очами этот крест мы уверовали как бы предначертанным этот крест Христов пред собою и когда мы соблазняемся другими учениями когда мы говорим что это одно к одному и что там все так хорошо и славно и ищем другого то есть хотим расширить свой путь спасения то мы становимся такими же несмысленными галатами вот почему для нас это написано а не только галатам чтобы мы на примере галатов могли сказать что да несмысленные мы и когда прельщаемся другими учениями когда прельщаемся мирскими какими-то радостями уходим от истины в той или иной мере что еще можно сказать кто желает высказаться ремарка иглы каким необычным словосочетанием пользуется великий архиепископ Феофилак как я сегодня даже без запинки слово сказал Феофилак нет они такие же как были мои зубы на месте в священном писании неоднократно повторяется слово уверовать во Христа и ни разу не встречается словосочетание уверовать в проповедь чудный толкователь не делает никакого различия между Евангелием и Христом и все это соединяет проповеди проповедь это показатель любви ко Христу и к Евангелию показатель? показатель я вспоминаю когда мы опять же начинали изучать Слово Божие Игнатик предупреждал что у вас возникнет такой огонь который вам трудно будет удержать в себе и вам захочется нести этот огонь другим людям я вспоминаю беседу с адвентистами когда мы с Алексеем там так религиозно пытались доказывать даже не имея больших знаний в изучении священного писания но вот хотелось вот прямо победить этих адвентистов там вот это было во дворце котельщиков была такая встреча с ними да это и есть показатель любви ко Христу и к Евангелию горения то есть вот это желание проповедовать неужели русские святые не читали эти слова Феофилакта почему они их не выделили не постараются живить внедрить в сознание людей народовольцы атеисты большевики очень хорошо поняли это и заняли сознание человека и сердце его своими идеями и все сектанты имеющие в руках Евангелие тоже прекрасно поняли это а до православных эта мысль уверовать в проповедь не доходит и ныне и если дальше будет продолжаться тоже пренебрежение к проповеди то это означает только одно что Бог решил полностью устребить оязыченное опоганенное православие ставшее лжеправославием Бог же не желает смерти грешника и посылает своих вестников ангелов и посланников апостолов каждое новое издание толкования Блаженного Феофилакта каждая новая книга его это грозные посланники Божии в нашем издании мы выделили это место чтобы читающий сразу же зацепился за эти слова глазами если и после этого не примут в сердце это толкование и будут так же ставить на первое место богослужения и требы а не проповедь тогда выслушайте ответ Божий через пророка что нас за это ожидает какие слова 2 Параллипоминон 25.16 и перестал пророк сказав знаю что решил Бог погубить тебя потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего и так нам в ряда веры приверженцы и защитники мертвой религии уверуйте в проповедь выделено жирным шрифтом и с восклицательным знаками подчеркнуто уверуйте в проповедь я вот покажу вам как это выделено здесь написано живо изображен живо изображен через проповедь но вы уверовал в проповедь видели его как присутствующего почему в нашей общине как раз это на первом месте дело проповеди потому что это и есть проявление нашей веры потому что это как раз дело которое доказывает что вера наша жива а не мертва потому что вера без дел мертва кто имеет слово вопрос у тебя вопрос Агния говори кто желает добавить дополнить слово священного писания но я могу вам предложить параллельные места к первому стиху еще раз прочитаю первый стих о несмысленные галаты кто прелестил вас не покоряться истине вас у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос как бы у вас распятый ну и попытаемся ответить на вопрос кто прелестил галатов и кто нас прещает вместе с галатами кто ну все тот же да голос которого вы слышали который был в раю озвучен нет но если более материально так сказать не надо не в духовном плане кто их прелестил какие-то другие народы своей верой лжепророки вот сестра Татьяна нам говорила что те из иудеев которые были обрезаны которые прияли Христа но они держались закона ветхого и старались так же и галатов чтобы они держались этого ветхого завета то есть как бы посидеть на двух стулях и там и там но всегда приходится выбирать либо тот либо другой стул ибо между двумя стульями усидеть невозможно либо ты будешь в законе который уже заменен либо у тебя вера в жертву Христову и тогда ты должен жить уже по другому так 1 Петра 1.22 послушанием истины через Духа очистив души ваши нелицемерного братолюбия постоянно любите друг друга от чистого сердца и 1 Петра 4.17 ибо время начаться суду с Дома Божия если же прежде с нас начнется то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию 2 Коринфянам 11.13.15 ибо таковы лжеапостолы лукавые делатели вот кто их совращал страх Галина спросила кто понятно что сатана действовал но сатана действовал через кого-то всегда действует так же как те говорили сойди из креста Иисуса Христу и мы его веруем они люди говорили но их гортань их язык их губы все органы речи были использованы духом лукавым ибо таковы лжеапостолы лукавые делатели принимают вид апостолов христовых и неудивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света а потому невеликое дело если и служитель его принимает вид служителей правды но конец их будет по делам 2 Коринфянам 13.1 11.3 вернее 2 Коринфянам 11.3 но боюсь чтобы как змей хитростью своей привстил Еву так и ваши умы не повредились уклонившись от простоты во Христе разве это к нам не относится или это только к галатам относится что их привстил сатана через лжиапостолов мало ли лжиапостолов в наше время потому учитывая опыт галатов учитывая вот это послание апостола павла павла галата мы к себе должны это применять и тогда это слово божье оно будет живо для нас и действенное и спасительное что значит уклонившись от простоты во Христе что это значит простота во Христе вопрос задан отвечаем написано как дети а нет ничего проще чем просьбы детей чем их отношения к жизни будьте так как дети либо таковых и царство небесное поэтому простота это принимай всем сердцем иди простоте не философствуй а делай что написано и путь выбери путь придайте мне путь ваш и я исполню я исполню он сказал поэтому будьте как дети а дети просты подошли и попросили им сказали они поверили все вот оно вся простыта то есть они никогда не делают так что ищут какой-то скрытый смысл в этом в этих словах то есть не надо искать каких-то скрытых смыслов принимать буквально все как сказано так и принимать как сказано и мудрый говорит открыт и понятно теперь не мудрый у меня а все не насиловая и поднятие 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 еще не злобилось детей но даже его наказал и он тут же ураускается и тут же ребенок опять прощает тут же обращается и все а потом чем дальше вырастает тем уже сложнее нужно заставлять его просить прощения вот я вам скажу из своего опыта вспоминая свое детство я не могу сказать что я был таким паникой и у меня не возникало никакого раздражения обиды и даже некоторого знаете умысла как-то отомстить родителям стою в углу и возникают у меня мысли вот меня там да неправильно наказали да вот это а потом а потом а потом я уже начинаю мыслить рассуждать и начинаю понимать что я законно что я правильно наказан то есть эта борьба внутренняя она происходит поэтому нельзя сказать что ах они вот родились они такие ангелы что они давайте могут не подожать детям во всем нет в детях достаточно злого которое нужно искоренять и детям прежде всего сами над собой работать с помощью родителей и с помощью святых отцов с молитвой постоянной по мере возрастания по мере возрастания возрастают и наши воздействия окружающей среды в нас на нас еще больше а простота Христова заключается не в том что он простец какой-то что он глупый что он юродивый а в том что истина в этом во всем его словах и действиях и мыслях что нет никакого лукавства вот в чем простота по простоте его простота его в истинности искренности неложности и когда дети они действительно чем меньше они они все-таки родители пытаются если родители пытаются воспитывать свои дети они пытаются и жить так как говорят вот тогда когда они живут так как говорят когда они говорят детям и делают так же тогда дети усваивают это как истину и начинают подражать этой истине а когда мы говорим одно детям а сами делаем другое тогда как часто сын у меня пытается уловить на двойной морали ты вот по двойной морали ну он правда чаще всего это использует как бы лукаво но такую фразу опять двойная мораль двойной стандарт двойной стандарт ну и приходится доказывать что я имею ввиду это а не так как ты мыслишь здесь никакого двойной морали нет двойного стандарта двойного подхода но дети они есть подражать они большей частью воспитываются на подражании родителям и есть они то что есть мы они продолжение наше и они потом свою будут воспитывать детей так же если дочь не воспитал с самого начала чтобы она была домохозяйкой то потом вот когда она достигла определенного уровня возраста там уже вышла замуж да еще успеет ну вот замуж выйдет и успеет у нее не будет она не достигнет того что можно было достичь она уже не будет такой хозяйкой как могла бы быть еще 20 лет досягать до самой смерти у меня еще тут мысль вот такая что тут больше проповедем имеется ввиду что нехитросплетенным басням последуя не в прямом грозди слова чтобы не упразднить христа крестово поэтому я говорю буду говорить о хресте распятом это в другом послании параллельное место правильно потому что эти философствовали и в буддийских своих познаниях они увлекали людей вот этой премудрости а он говорит последуйте вот этой простой проповеди которую изначально мы вам проповедовали я думаю тут такая мысль большая не чтобы они как простые как дети были а что вот именно проповедь в них жила изначально и уже они не соблазнялись на всякие философские доводы ну правильно ну и все-таки если говорить о простоте детской то именно простоте той опять же о том когда дети искренне когда они открыты когда я не лукавят вот тогда эта простота детская она может быть принято такая же как и простота христа можно может быть это тот самый возраст имеется ввиду когда они еще не лукаш они еще не поняли этого не знают лукавства то есть это где-то лет до пяти наверное мы не будем сейчас определять этот вопрос потому что и в большом возрасте дети могут лукавить и не лукавить есть такие которые воспитаны достаточно ну как бы вот достойно правильно правильно да воспитаны вот поэтому сейчас мы будем это определять вот до какого возраста это не бессмысленно потому что это в каждом случае индивидуально еще параллельные места к первому стиху 2 коринфянам 11 3 сказал вам 2 теперь 2 фессалоникийцам 2 19 12 того которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправдным неправедным обольщением погибающих за то что они не приняли любви истины для своего спасения и за сие пошлет им бог действие заблуждения так что они будут верить и лжи да будут осуждены все не веровавшие истине но возлюбившие неправду мы уже читали первый стих первые шестой стих первого послания первой главы послания послал павла галатом это как бы параллельное место к этому стиху удивляюсь что вы от призвавшего вас благодатью христовым так скоро переходите к иному благовествование вот как раз благовествование проповедь перекликается то есть вот 6 стих первой главы он можно его считать параллельным стихом и к этой главе к первому стиху 3 главы это свойственно апостолу павлу когда он из одного стиха в другой из одной головы в другую постоянно долбит и долбит до сознания тех кому обращается и вот так говорится в пословице латинской капля долбит камень не силой на частым падением вот таковат лепедемного и соцепа календы второй стих сие только мы еще раз первый стих и второй одновременно он несмысленные галаты кто пристил вас не покоряться истине вас у которых пред глазами предначертан был иисус христос как бы у вас распятый второй стих сие только хочу знать от вас через делали закона вы получили духа или через заставление в вере задают им вопрос а мы можем задать себе вопрос а через что мы уверовали через слово которое произобильно нам рассказывали на занятиях и приняли его в сердце и нужно исполнить то есть через наставление в вере вот тут вопрос то какой или через наставление в вере сие только хочу знать от вас то есть от галатов апостол павел хочет знать через делали закона вы получили духа то есть закон вас вот что что вы осуществляли этот закон делами вот через это вы получили духа духа с большой буквы или через наставление в вере толкование так как вы не слушаете продолжительных наставлений не хотите видеть величие домостроительства то скажу вам кратко ответьте мне на сие немногое откуда вы получили святого духа и проявили такую силу и знамение отделы закона или от веры ясно что от веры так как не в то время когда вы держались законы имели духа и совершали чудеса как же после этого оставив веру вы снова приоритетесь к закону вот он за что их осуждает осуждает за то что они оставили веру когда они обрели духа святого через наставление в вере а потом оставили это и ушли опять обратились к закону ветхому параллельные места ко второму стиху 1 коринфянам 12 7 13 но каждому дается проявление духа на пользу одному дается духом слово мудрости другому слово знания тем же духом иному вера тем же духом иному дары исцеления тем же духом иному чудотворения иному пророчества иному развлечения духов иному разные языки иному истолкования языков все же сие производит один и тот же дух разделяя каждому особо как ему угодно ибо как тело одно но имеет многие члены и все члены одного тела хотя их и много составляет одно тело так и христос стань спящий и осветит тебя христос ибо все мы одним духом крестились в одно тело иудеи или елены рабы или свободные и все напоены одним духом вот это 1 коринфянам 12 глава 7 по 13 стихи то есть речь идет о чем о том что они получили духа духа получили через наставление в вере но не через дела закона и 1 петра 1-12 им открыто было что не им самим а нам служило то что ныне проповедано вам благоустававшим и духом святым посланным с небес во что желают проникнуть ангелы вот то чем мы сейчас занимаемся то что мы слышали на занятиях постоянно в это желают проникнуть ангелы говорит апостол павел а мы смыкаем очи свои и не хотим проникать туда а мы ли это смыкаем или кто-то нам ну и я обращаюсь к тем кто смыкает пробудитесь вздрогните ну близко время близко вот апостол павел говорил и другие апостолы говорят близко время уже близко прошло две тысячи лет и все близко близко но поистине к нам уже это ближе чем чем две тысячи лет назад нет страха как можно не страшиться может быть мы маленькую молитву прочитаем чтобы чуть-чуть развеяться настроиться правильно не спать молись мы слушаем давай давай мы присоединимся да воскреснет Бог и да рассеются ураги и да бежат отрицают ненавидящего як исчезает дым да исчезнут и окатает воск от лица огня так это погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся к светлесным знамениям и в веселье глаголющих радуйся при честной и животворящей кресте Господень прогоняй бесов силою распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа во отца шедшего и победившего силу дьявола и даровавшего нам крест свой честный на прогнание всякого супостата о при честной и животворящей кресте Господень помогай мне со святой госпожою делаю Богородицу и со всеми святыми в веки веков Аминь Аминь Во всех Христос сестра только уж надо русский с нижегородским не связывать французский с нижегородским либо русский либо церковно-славянский как дома привыкли своими словами уже не помню не оригинал в голове сложно перевод при честной это очень-очень честный понимаешь так но что есть какие еще раз читаю стих сие только хочу знать от вас через дела или закона вы получили духа или через наставление в вере реальные места записали прослушали толкование прочитали есть рассуждение по этому стиху может у меня не совсем вот поэтому но у меня вот мысль такая пришла когда вы читали что вот эту проповедь о Христе услышали те кто хотел вот каждый вот себя спросите как вы к Богу пришли как вы Игнатиха на это услышали мне кажется услышали те у кого была уже жажда искания Божия вот у меня она была вот как-то началась лет с 15 где-то и я так хотела я искала я ходила к старобряцам и везде я хотела и мне Бог дал услышать может это изначально от него конечно Бог дает и желаемое и возможность получить это все правильно сестра самое главное качество пороха заключается в чем свойство его в том что он способен взрываться в том что он способен загораться и вот когда в нас есть эта искра то есть готовность слышать тогда мы и услышали и сразу обратились и пошли вот это главное свойство христианина когда мы готовы откликнуться на любой зов Бог Иисуса Христа Спасителя нашего а он постоянно нас зовет зовет через каждое слово Священного Писания потому мы эти слова и должны всегда изучать и помнить их стремиться донести эти слова для других людей которые также жаждут и пока не слышат этого вот это почему и дело проповеди оно самое главное для христианина жажда проповеди она должна быть в каждом из нас если ее нет то нужно просить у Бога этого дара этот дар каждому должен быть нам то есть он он дается каждому ибо стучащему натворяют и просящему подарят когда мы начали? без десяти 42 минуты занятия без десяти начали? третий стих так ли вы несмысленны что начав духом теперь оканчиваете плотью ну правда да вот получили Духа Святого через наставление в вере а потом опять вернулись к закону как же не назвать их несмысленными? конечно он так и называет их толкование опять благовременно придет к порицанию надлежало бы говорить вам с течением времени идти к совершенству а вы не только не преуспели но еще отодвинули назад но еще отодвинули назад ибо совершать знамения есть дело духовное и это вы делали в начале то есть видишь как они обрели Духа Святого чтобы знамения уже они совершали даже так действовали а обрезываться же дело плотское в то же время вот совершая знамения они еще и обрезываться оказывается обрезание совершали плотское совершали что вы теперь избрали и не сказал вы сами оканчиваете но принуждаетесь окончить показывая что те которые учат обрезанию уловляли их и заколали их как бессловесных животных как употреблено софилактом болгарским заколали их те которые возвращали их к ветхому завету заставляли их обрезываться они заколали их то есть как бессловесные животные заколали ну понятно что духовно в духовном плане потому что уводили от Духа Святого который им даровал такой такой талант что они даже совершали знамения чудеса да получается Виктор Андреевич вот кто ушел от нас да потом сказали что у нас они не познали не истинно так что здесь это то же самое ну нет они искали чего то более совершенного одни искали совершенного другие говорят что там такое же как и здесь и что мы и без того уже знали все и нам не нужен был этот проповедник и эта труба нам не нужна что мы сами с усами мы и сами уже знали все то есть отрицание того что они наставлены это Духом Святым были но они же были как верующие они ходили через эту трубу а потом то они ушли когда а потом уже они их когда уже это вот похитил дьявол тогда они сказали а мы то у вас они уверовали а уверовали вот в другом месте ну понятно в истине конечно ну и есть те которые остаются в истине они пребывая в московской патриархии там хотя в храм они благодать то не отнимаются от московской патриархии другое дело здесь мы друг у друга на виду и мы можем так сказать друг друга наставлять и обличать а там кто тебя будет наставлять пришел ты не пришел кто тебе никто тебе ничего не скажет так или не так все хорошо все гладко это им нравится что никто кто тебе не скажет никакого обличительного слова то им нравится да пришли поцеловались повосхищались друг другу комплименты наговорили и разошлись вот ну и что а те которые ушли вообще которые десятину перестали платить не платить тот кто не платит десятину тот есть кто вор у бога ну и естественно потеряли вообще всякую веру потеряли духа святого и и стали богохульствовать все потеряли то есть это ступеньки по которым можно скатиться вниз поспользнувшись достаточно высокой ступени и чем выше тем больнее потерпадение да а я хотела вот какой момент сказать вот перечисляет он чудеса а вот святые так говорили что не столько важно видеть ангелов чудеса сотворять а видеть самое важное видеть свои грехи вот это свою греховность да это то о чем мы сегодня говорили на собрании что это это важно чтобы признавать себя виновным грешным пред богом прежде всего и пред людьми в том числе я это к себе прежде всего отношу вот вчера совершил грех прости меня господи помолиться мне грешным чтобы господь меня разумил и чтобы память у меня была такая чтобы я не забывал ну как можно было забыть что батюшка сказал что уже уже было богослужение после того как батюшка сказал даже три богослужения уже было а у меня опять на пять часов заклинило я думал что в пять часов богослужения вчера ну и сестра мне звонит а я рот открыл и ничего не могу сказать простите ради Христа еще раз вот это вот чувство покаяния должно быть потому что иначе тогда будешь себя оправдывать постоянно один раз привыкнув оправдать себя в одном ты будешь искать оправдание себе и в другом и так далее бесконечно потому что сатана он мудрый лукавый и он любит тебя успокоить он тебя любит уж он то будет тебя наглаживать уж он то тебе зло не то решит он тебе зло не скажет он тебя не будет грубить он тебя будет обхаживать со всех сторон да ты успеешь ты еще да ничего ну ты же вот уже сделал столько добрых дел ты уже научал столько своих детей уж теперь они все равно придут тебе к Богу вернее придут не уйдут они в вечную погибель и не надо больше об этом беспокоиться он то будет тебе навевать эти мысли только слушай его развешивай лапши-то достаточно у него сварили на твои уши ну и дальше столь многое претерпели вы уже неужели без пользы ой если бы только без пользы какой интересный момент заметьте какое вот такое вот лексическое вот значение этих слов ой если бы только без пользы то что это означает что не только без пользы но даже во вред даже во вред вот что имеется в виду а столько много уже претерпели и неужели без пользы ой если бы только без пользы а что это означает вот и почитаем Филакта Болгарского, что он говорит они боролись со многими испытаниями ради Христа и неужели, говорит он, вы напрасно столько потерпели ибо если вы обрезываетесь, все это напрасно и обольстители лишили вас стольких венцов потом, подавая им надежду на возвращение он говорит, если бы только без пользы то есть, если вы хотите образумиться то не напрасно, не тщетно вы трудились да устыдятся после этого отрицающие покаяния вот они совершали знамения, были исповедниками и мучениками но когда отпали, Павел не отвергает их а приемлет с радостью так, на этот стих четвертый параллельные места у меня если хотите, я вам дать могу 2 Иоанн 1,8 наблюдайте за собою чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились чтобы получить полную награду батюшка наш, отец всяким постоянно говорит что нужно себя нудить, заставлять не спать пробуждать себя ходить на проповедь ходить на службу в субботу воскресенье нудить, заставлять себя любить ближнего заставлять любить себя постоянный труд ибо постоянный труд есть ничто иное, как невидимая брань с духами злобы поднебесной с клеверетами сатаны так что нужно наблюдать за собою а наблюдать за собой, это значит постоянно обращать внутрь себя испытывать себя вы истине ли вы в вере правильно ли поступаем задаем мы постоянно вопросы себе ищу ли я своего или горнего и так далее 2 Петра 2.20.22 ибо если избегну скверну мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими то последний бывает для того их хуже первого лучше бы им не познать пути правды нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди но с ними случается по верной пословице пёс возвращается на свою блевотину и вымотая свинья идёт валяться в грязи ну что, похрюхаем? кто из нас не подобен этому? как часто? на одни и те же грабли наступаем мы не знаю, я не могу сказать о вас а о себе могу сказать точно хрюшка ещё и так из Икиилия 18.24 и праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно будет делать все те мерзости какие делает беззаконник будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал не припомнятся за беззаконие свое, какое делает из-за грехи свои, каких грешен он умрёт какие грозные слова произнёс пророк Иези Киил это было в Ветхом Завете а как будто это произнесено уже в Новом Завете, да? насколько плотно перекликается Ветхий Завет с Новым Заветом Евреям 10.32.39 вспомните прежние дни ваши когда вы были просвещены выдержали великий подвиг страданий то сами среди поношений и скорбей служат зрелищем для других то принимая участие других находившихся в таком же состоянии ибо вы и моим узом сострадали и расхищений имения вашего приняли с радостью знали, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее и так не оставляйте упование вашего которому предстоит великое воздаяние терпение нужно вам чтобы исполнив волю Божию получить обещанное ибо еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит Татьяна Александровна очень немного и грядущий придет и не умедлит праведный веруя жив будет и если кто поколеблется не благоволит к тому душа моя мы же не искалеблющихся на погибель но стоим и в вере к спасению души и еще евреям 6.4.6 ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему я думаю, что вот как этот стих к каждому относится столь многое претерпели вы уже неужели без пользы о, если бы только без пользы ну, каждый из нас я думаю, вот из присутствующих и те, кто не присутствует может рассказать, что конечно, не такие наверное, испытания были как вот наверное, у галатов о которых речь идет в данном послании апостола Павла но каждый испытал какие-то скорби печали трудности когда стал верующим человеком христианином потому что если не было этих испытаний искушений то и не было и проявлений веры твоей ибо вера наша она должна она как вот шило в мешке как говорится не утаишь она должна быть видна людям ибо не ставят светильник зажегший под кровать но на самое высокое место чтобы видели другие люди апостол Павел пишет это послание там дальше еще вот есть такие слова что вы бы даже очи свои отдали глаза свои отдали мне вот так они были расположены и так они приняли это все и вот теперь он вдруг видит что кто-то их соблазнил и они совсем другое какая боль у апостола Павла то была что вот они теряют веру теряют веру эту и я думаю на нас на наше время и перевожу вот мы с такими раскрытыми ртами не слыша слова Божия пришли слушали Игнатия Тихоныча ну вообще не знаю как и кем он для нас был и как сейчас вот многие ушли да и здесь сейчас вот в общине все равно отношения уже не такое он то остается в вере и в такой же вере он как человек может и делает какие-то там ошибки или что-то но он остается верным Богу и мы видим пример этот всегда перед своими глазами и вот очень горько что вот так вот столько людей ушло от нас я уже не раз об этом говорил что просто проявляется закон наверное который жив и он как это говорится в диалектическом материализме объективен он не зависит от нашего сознания этот закон закон проявляющийся в противоречии родителей детей когда дети они вот в таком возрасте когда они живут и развиваются в подражании своим родителям они считают их своими кумирами они им подчиняются они им подражают они их слушаются исполняют их волю ну как бы волю да хотя воля у каждого даже у ребенка она должна быть и отнимать ее родителям не стоит а потом наступает такой момент когда дети начинают думать это уже под влиянием своих рассуждений и под влиянием окружающей среды друзей подруг там и теперь средств массовой информации телевидения интернета и всего прочего они начинают соображать да вот родители тут мне говорят вот так а вот есть еще такое мнение как вот брат Борис мне говорит по любому поводу он начинает мудрствовать он говорит а вот есть еще мнение святых вот такое вот такое я говорю так прежде всего нужно ориентироваться на священное писание святые отцы они святые отцы я признаю их потому что они в святой апостольской церкви признаны канонизированы но если я вижу что это расходится со священным писанием я должен как-то это размыслить а дети они начинают в свою сторону и когда мир их совращает они начинают осуждать уже родителей а когда мы за собой не следим когда мы уже сроднились со своими грехами когда они стали нашей плотью тогда лишний раз в нашу сторону обличения воспринимаются уже штыки мы уже не хотим меняться нам это уже претит и нам уже начинаем мы говорим что опять театр одного актера опять одно и то же а своего театра мы и создать не можем даже потому что ни у кого не отнято пожалуйста приходи и говори проповедь веди занятия веди собрание я просто хотела сопоставить что он как апостол Павел переживает и как Игнатий Тихонович я вот видела как он переживает когда ушли Наталья вот тогда помните как он переживал это же он ночью не спит за каждого из нас как он молится за нас да я это по себе могу сказать это вот когда действительно переживаешь до меня до сих пор это саднит рано когда ушел Саша Мищенко ушел я его буквально все еще у него держалась борода а вот буквально на днях я увидел что уже почти бороды нету с большой бородой вот на днях я его видел уже и бороды нету только сидеет может это маски срываются лицемерие не оно проходит если ты не общаешься подкреплять нужно потому что нужно нудить себя заставлять постоянно постоянно подпитывать нужно себя если душу не питаешь она что сделает засохнет ты не поливай дерево что с ним будет засохнет так и душа твоя если ты не будешь поливать ее словом святым словом божиим какое окружение вокруг тебя или поливать будешь дегтем каким-нибудь смолою бензином керосином чем угодно семной кислотой что будет с этим деревом так и с душой твоей можно еще воздохнем на своей душе Виктор Андреевич все уже да можно я вот просто официально мы будем еще потом да проходить а я прочла в толковании просто вот третий седьмой стих в толковании так мне это прямо запало думаю надо всем чтобы все знали три условия там написано нужно первое душу живую душу готовую к опасности вот три условия выполнить душу готовую к опасности у нас время какое трудное такое сейчас да неизвестно что нас ждет буквально вот к опасности второе разум и мудрость надо иметь это нужно вот нам изучать и беспорочную жизнь а божье дело дать нам силу привести это все в действительность вот бог дает силу если ты вот это исполняешь бог дает силу и по себе можем сказать правда вот уже немощные мы все немощные да а ты все равно пересилишь себя там пойдешь или что-то делаешь и бог силу дает вчера вчера самые мощные пришли мощные мощные одна одной я дам дам прости тебя Христос Галочка правильно делаешь что деток с тобой ведешь и на занятия на занятия оставляешь потому что воздаст тебе Господь воздаст через то что они плоды эти принесут все равно плохое сообщество возвращает добрые нравы нужно посетить хорошие и сами будете создавать сообщество чтобы вам хорошее было помните слова французского мыслителя помните нет запомните эти слова я всегда их вспоминаю с кем бы я ни говорил особенно когда начинает нудить вот все плохо все не так и правители не такие и и трава не такая и солнце не такое все плохо если хочешь изменить мир начни с себя вот видишь что-то вокруг тебя плохо что плохо поступают плохо живут не так говорят не так действуют а ты когда будешь действовать по закону Божию вот в себе начинать будешь изменять себя и чтобы это соответствовало идеалу а идеал как раз это Христос это истина ясен путь и истина и жизнь только Иисус Христос и любовь о которой в миру говорят постоянно и сплошь любовь 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 это слово настолько затасканное что просто дальше некуда уже под любовью понимают что угодно прежде всего плотское скотское я когда говорил с одним из врачей потом он был заведующим поликлиникой и в беседе он мне говорит только бы до конца не оскотиниться только бы до конца не оскотиниться а как это можно сделать только призывая духа святого на помощь чтобы не оскотиниться чтобы не превратиться в скотину в животное и любовь она вот образец самый главный элемент проявления любви это жертвенность готовность жертвовать когда этого чувства нет тогда это не любовь тогда что угодно давайте закончим любовь мне кажется пришло время называть слово любовь не просто любовь а божественная любовь чтобы вот этот мир не имел ввиду то что они имеют ввиду вот в разговоре с ним говорить божественную любовь это слово они уже испортят это слово сочетание будет употреблено и в плотском направлении однозначно я испытал божественную любовь а что он испытал можно только догадываться а божественная любовь вот формулировка они знают они есть слова Надя Виктор Андреевич говорит что жертвенное это конечно так но формулировка это формулировка это как правило учебники долготерпить именно все а это и есть жертва и вот так он любил Бог мир что отдал сына своего единородного дали всякие верующие в него не погиб но имел жизнь вечную Евангелие в миниатюре и этому противоречить не нужно а признать что самое главное проявление любви это жертва жертву принес Иисуса Христа от сына своего Отец Небесный комментарии излишни Господи и будь с нами прости нас Кришна если мы чем согрешили рассуждая здесь и сгладь някое небывшее разуми нас и очисти наше помышление наши сердца настолько чтобы мы могли сказать войди к нам чтобы вечерить с нами Господи благослови наших сводников которые не знают тебя которые ушли от тебя которые на пути от падения детей наших Господи сестра просит о Вениамине Владимире о Никите и всех Господи имена которые ты знаешь наших сводников близких нам людей наставь на пути истинный вкорни их душу ум и сердце страх Господь начало мудостовеликой верни их на путь истинный или приведи если они его и не знают еще научи истинной жертвенной любви научи нас познавать истину твою в слове твоем святом чтобы для нас слово твое было слаще меда господи будь с нами до конца и дай нам прежде смертного часа истинного истинного покаяния тебе слава Гослава и Сына и Святому Духу ныне и всегда и в веки веков аминь аминь ты дай нам дай нам